здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал русские надписи в иерусалиме значит моя подписчица прислала мне интересный материал который она засняла именно в иерусалиме вифлееме то есть в израиле по поводу русских надписей русских букв русских свастик я вам хочу я значит их показать но перед тем я хочу вам рассказать в чем собственно дело есть вот у меня такой ролик где я уже показывал у антона благина есть такой значит блогер очень известный вот такая вот статья где он показывает что в городе гераса это находится значит в иордании откопали мозаику на полу значит и эта мозаика обратите внимание иисус христос показан в славянской рубахе видите да и он значит в этой своей статье именно рассказывает и доказывает что надписи эти не на греческом языке а именно на русском кто еще значит не читал рекомендую прочитать вот эту вот статью о городе гераса вот так вот значит статья тут небольшая все прочитаете очень интересные доводы антон благин приводит поэтому рекомендую прочитать эту статью если кому-то покажутся приведенные факты которые за засняла моя подписчица тамара нет достаточными ну давайте приступайте к просмотру и и интересного материала спасибо за внимание подписывайтесь на канал приятного просмотра мы у въезда в национальный парк цепоре или сейфора как по-русски почти на вершине горы и вот сразу за поворотом на соседнем холме буквально и расположен город назарет или нацерет по местному назарет место рождения иисуса и оттуда в возрасте 22 лет он приезжал сюда в цепоре или приходил осваивать кузнечное мастерство премесло так говорят легенды мы подошли к месту раскопок находимся на одной из центральных улиц вот эта мостовая под нами это уже древние старые гладкие камни я уже говорила что мы находимся на вершине горы если мы посмотрим вправо потихонечку так то при хорошей погоде мы видим город назарет он всего лишь 6 километрах отсюда так что говорят что город цепоре это родина родителей иисуса цепоре или может быть сейфора более более созвучно нашему уху это интересно и здесь в раскопанном неправильном периметре сложены то ли запчасти для будущих колонн то ли разрушенные колонны обратите внимание что в центре каждой колонны видно отверстие и похоже мы приблизь похоже металлическая труба что говорит о том что колонны сделаны из искусственного камня и нанизывались одна на одну как пирамидки в то же время вдали мы видим куски гранитных колонн они такое впечатление что вырезаны из цельного камня значит ребята владели и технологиями бетона и технологиями резьбы по граниту вот мы находим медальон похоже что это улица карда судя по колоннам сохранившимся не знаю русского языка и забыв о том что это написано на греческом тупо читаем сверху епиту может быть это эпитафия может быть это стих епиту все медальоны что и видео начинаются этим словом аги штату кай макариот макариот или макаров может быть маун еписко сей тропий эгей нету о наш товарищ эгей нету не первый раз мы его встречаем то ергон то ергон второй товарищ это си но на в той непонятно прон сина си по три по три на мозаика частично разрушена дома почитаю получше но по крайней мере епиту знакомое слово эгей нету это ергон поднимаемся на специально созданный постамент рассмотрим следующие мозаики мы находимся в комнатке рассмотрим мозаики которые меня заинтересовали в левом углу мы видим башню с высокими воротами из башни вылетает пламя но самое интересное это надпись вроде как посмотришь по грецки написано но а ле потом некий зигзаг так вот ребята этот зигзаг это буква кси и в старом русском алфавите она существует таким образом мы читаем надпись над этой башней совершенно спокойно видим что это александрия поздравляю что я не могу смотреть туда давай лучше посмотрим дальше верхнем углу мы видим такая симпатичная значит фрагмент двое ребятишек один стоит на спине у другого и что-то пишет опять же по-гречески на башенке ну заглядываем есть такой такая теория о том что в старославянском алфавите каждая буква обозначала цифру и если совершенно нетрудно найти у нас написано и е выше из еще выше из так вот вторые буквы е с и з по-русски это е ж и з понимаете понимаете первая буква и с точкой обозначает десяток таким образом ребята бьют молотком по этажам нижний этаж это 13 14 и 15 так вот ребятишки стали друг другу на спину чтобы скорее выявить цифру 15 на башне может быть таким образом замерялся рост пацанов им разрешалось охотиться после 15 можно думать что угодно ну и везде уточки наши любимые уточки опять же башня с надписью из то есть эта башня высотой 15 каких-то единиц забытых нами но внизу сцены охоты охота прекрасные растения богатая растительность совсем не та пустыня что сегодня в израиле все я закончила все я закончила все я закончила а вот мой любименький персонаж это кентавр кентавр кучерявый светловолосый надпись я вижу так вед свон гвоз вед это видимо ведающий ведьмак я знаю свон свона есть такая национальность ввоз пока мне непонятно жду версии смотрите как он здорово сделан такой органичный симпатичный а вот и наши девчонки амазонки девчонки в коротких платьицах скифских шапочках с уголенной грудью одной и совершенно воинственным копьем выше лошадь не пони не девчачьи пони совершенно боевой конище поехали дальше очень красивую геометрический узор в окружении свастичной рамочки настолько красиво и что я уже его выложила дома на столе а дальше в следующей комнате узорчик и я называю парашютист а мой муж куль баба еще один геометрический узор очень сложный я бы назвала его 3d узор потому что он становится если долго смотреть на него он просто приобретает объем объемы движения но вот эти это как было знаешь их называют буква м это называют узор маэ зигзаги вот еще один парень с копьем как видим не только девчата бегали с копьем всей фори такой белокурый каштаново волосый большеглазый парнишка но на ногах между прочим совсем не греческие сандали пойдем дальше не тапочки какие-то кожаные макосинчики по виду вот они скифские девчонки на сей раз у них в руках копья на ногах носочки с крестиком сопровождают их собаки древнее наше животное и существуют они не просто в природе существуют они на фоне прекрасных высоких многоэтажных башен с трубами что говорит о том что там отопление вот этот треугольник над крышей кругом тоже считается славянским символом юридическим а дальше дум решайте тоже похоже девчонка белокура вот такие многообразные разнообразные узоры здесь как будто образцы для разных узоров вот это свастика в калаврате кресты мары можно подобрать узорчик на любой вкус према крест према креста серединкой свастичные элементы в узоре широко распространенные горячо любимые а вот четыре свастики правосторонняя это как бы это лево две левые и две правые переходим дорогу от первого медальона который мы прочитали машин вроде нет перешли на второй тротуар и по другую сторону аккурат видим еще один медальон опять же епитой епитой то есть или стишок то ли епитахи попробуем подкладывать буквы Осишта тойпа. Непонятно. Троснишной тропи. Что-то уже по-украински. Ой, еписк. Егенето. Снова егенето. То. Пан Ергон. Егенето. Пан Ергон. Это одно лицо. Тис. Ты сын. Фиосе. Шеспрон. Марима. Марим. Ой. Логио. Тато. Тато. Ярх. И ентрой. Ентрой. Патрос. Патрос. Хроно и сын. Диктишнос. Диктишнос, наверное. Ид. Патрос. Субтитры делал DimaTorzok Монолиза из Сейфоры. Прекрасное лицо, совершенно славянское. Мне даже напоминает наших казачек донских. Скулы, челюсть, высокий подбородок, руссокаштановые волосы. Вот она, красавица, зовут Монолизой. А может, это Елена Прекрасная, кто знает. Полюбуйтесь. Как же интересная вещь. Если мы поднимемся выше, как подойти к этому? Нормально. Панно в самом центре ковра этого мозаичного. Панно, которое называют Геракл и Дионисий. И вон сверху вроде бы, да, вроде бы Хракл написано, Дио. А ежели попробуем русским глазом прочитать? Это не какой-то не Геракл, а Ираклий. Ираклий. Или Ираклий. Или Егорка. Или, да, да. Потому что буква... Егорий. Звук И очень часто писался, как сегодняшняя НН. Вот тебе, Ираклий. Полюбуйтесь. И сидит там на этом же центральном панно. Парнишка играет в такую двойную дудочку. Помните, как шуты русские в двойные дудки дудели? Полюбуйтесь. Может, еще что кто найдет. Интересно. И справа. А ну, наведи, Олечка, на что-нибудь. Вот наведи на этого вакха на ослике сидит. Да. Вроде бы вакх. Ну, по-русски или там по-грузински. Вахха. Сидит вахха такая на ослике. Ничего грузинского. Римского нет. Приходим вправо. И тетенька без одежды. Гименей вроде бы. Но первая буква С. Может, Семен? Семен. Что-то скажи. Смотрите, какой четкий фрагмент остался для нас. Эгей! Проснитесь, ребята! Эгей, узнайте нас! Мы же свои! Мы стоим перед старым храмом. Вид у него, конечно, неказистый, потому что верхняя часть восстановлена, настроена из разных материалов. Ну, на дверь, на вершину дверью стоит рассмотреть. Приблизь слева внизу, в арочке, раз, два, три, четыре, шестиконечная звездочка, цветочек. Справа тоже вырублены в камне зубчики. И что-то, какое-то изображение в центре не сохранилось. Стены частично восстановлены. Не выключай тут. Смотрите, что мы нашли. В основании храма монтирован некий куб полый. Как мы видим, дырка сделана, показать, что он полый. И с этой стороны отверстие. И это очень похоже на саркофаг. На некий саркофаг. У Макарова был гидические погребенные. Вот точно такие же рисунки. Похоже, что в основании храма вмонтированы мощи какого-то святого человека, скажем. Внутрь. Внутри оно совершенно широкое. Это косая бойница. То же самое. Окошко, в которое не так легко попасть. Здесь тоже восточный угол. Тоже что-то вроде саркофага. Потом часть стены идет полукругом. Что явно не ученые наши выложили. Это было старинное. Ну а верхний этаж, возможно, и достроен уже. В современной мастерской. Вот сохранилась больница или бойница на северной стене. Загляни в нее. Очень интересно. Можно примерно оценить толщину стен. А снаружи она буквально толщиной в три пальца. Шириной. Можем заглянуть вовнутрь. В зал у первого этажа. Смотрите, какие арочные потолки. Какой-то у щены. Симетричный с обеих сторон. Надеюсь, что-то увидите. Толщина окна вверх. Вот уже, наверное, стены вернее. Да, вообще, здание мощное. Под нами находится амфитеатр. Полукруглая стена, частично сохранившаяся. И реконструированные металлические конструкции. Так выглядел амфитеатр. И полюбуйтесь пейзажем. Мы на вершине горы. Это ни с чем не спутаешь. Птички понятны. Февраль месяц. Плюс 25. Все начинает цвести миндаль. Как у нас в Крыму. Плохо. Далека. Начал? Начал снимать? Да, да. Говори. Вот мозаика. Похожий парень сидит на скотном дворе. В своей скифской шапочке. Что-то на груди у него какая-то эмблема. Вышитая рубашка. Ну, что самое интересное. Вот на левую коленку ему, похоже, опирается собачка. У ножек его тоже собачки. Зайчики. О чудо! Вот и поросенок. Поросенок и теленок. Что говорит о том, что наш парень совсем не семитского происхождения. Свининку-то любит. Еще у него есть на птичьем дворе фазаны, гуси, утки. Даже голуби я вижу. Орлы. Ну, в общем, неплохо ему тут жилось. Вот так жила семья среднего, так сказать, греко-римлянина в кавычках. Вот они сидели у русского самовара. За круглым столом. Такие столы у наших бабушек еще сохранились. Вот кухонный уголок, который только недавно был в МОЕ во всех русских кухнях. Русоволосые детвора. Пацаны вон борются-борются, похоже, борьбой занимаются. И вот кто-то сидит. Что ты думаешь? Кресло какое, да? Совершенно современное кресло. Плетенка дачная. Похоже, в шахматы играют. Шишбэш. Шишбэш. Обратите внимание, как одеты. Совершенно ясно, что это короткая рубаха, вышитая. Разные вышивки у каждого. Волосы у женщин убраны. Очень как-то знакомо. Скажи что-нибудь. Вот четко написано «Палата». Где живешь? В палатах царских. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok